На вопросы нашего канала отвечает Кирилл Васильев, член Центрального Комитета Объединенной Коммунистической Партии. Здравствуйте! Добрый день! Сейчас нередко в левой среде идут споры по поводу того, какой капитализм установился в России. Кто называет его компрадорским, кто колониальным, периодом накопления капитала или даже империализмом. Как характеризует современный российский капитализм ваша партия? Вы знаете, я думаю, что если мы возьмем классическое определение империализма, ленинское определение, то мы увидим, что, конечно, по многим признакам, многим параметрам капитализм в России можно охарактеризовать как капитализм империалистический. Понятно, что это монополистический капитализм, понятно, что в России произошло слияние промышленного и финансового капитала, образовалась финансовая олигархия еще в 90-е годы прошлого века, достаточно интенсивно осуществляется вывоз капитала. Собственно говоря, можно говорить и об определенном участии в переделе сфер влияния, но вот ведь какое дело, понимать империализм изолированно как некую характеристику состояния капитализма в отдельно взятой стране, наверное, сейчас неправильно. Это было неправильно еще и во времена Ленина, который характеризовал империализм как мировую систему, тем более это, по меньшей мере, недостаточно сейчас в 21 веке. То есть, скорее мы можем говорить о том, что капитализм как мировая система продолжает находиться в такой фазе своего развития, как империализм. И в этом смысле корректно ли вообще прибегать к таким историческим аналогиям, которые довольно распространены в современной левой среде, как, например, пытаться сравнивать 1914 год с текущей политической ситуацией? Можно ли говорить о том, что сегодня в мире бьются в одной весовой категории крупные империалистические союзы, блоки, центры? Пожалуй, нет. Скорее мы можем говорить о сложившейся иерархичной империалистической системе в центре или на верхнем этаже, который находится в Соединенные Штаты Америки. Ближе к ним по своему положению, по степени влияния находятся государства Евросоюза, Япония. То есть, может быть, даже правильнее говорить о некой такой геополитической триаде США, Евросоюз, Япония. Есть новые индустриальные страны. Тот же самый Китай, который приближается к тому, чтобы занять ведущие позиции в международной системе разделения труда. Но вот какое место занимает современная Российская Федерация в этой системе? Я думаю, что далеко не ведущая. И даже вот отдельные успешные военно-политические маневры России за последние 10 лет, в Осетии, в Крыму, в Сирии, позволяют ли они нам вообще характеризовать современную Россию как государство-империалистический агрессор? Вопрос не такой простой. Вопрос не такой простой. И в этом смысле мы должны стараться отходить от ходульных аналогий, которые, например, широко применялись рядом наших левых в 2014 году, когда была украинская ситуация, украинский сюжет. Тогда мы помним, что многие левые пытались представить себе ситуацию такой, словно мы живем в 1914 году, и есть Антанта, есть Четверной Союз, которые в смертельной схватке сошлись, делят рынки, сферы влияния, мировая империалистическая война. Я думаю, что вот такая аналогия, она вообще лишена смысла. Поэтому я не политэконом, не экономист, и, в общем-то, мне не так просто рассуждать на эту тему. Здесь нужно брать цифры, статистику. Всех, кто более или менее углубленно интересуется вопросом империализма, местом Российской Федерации в системе международной системе разделения труда, я бы, знаете, отослал, например, достаточно интересные публикации российских экономистов Александра Бузгалина и Андрея Колганова. Она очень просто называется «Империализм как высшая стадия капитализма. Сто лет спустя». Работа была написана в 2016 году, как попытка проанализировать, в том числе и на материале знаменитой ленинской работы, написанной сто лет назад, проанализировать и дать ответ на вопрос, что такое современный империализм и какое место занимает в нем Российская Федерация. То есть, подводя итог, ответ на этот вопрос, я бы сказал так, что, конечно, в Российской Федерации монополистический капитализм. Но весь вопрос в том, что а где он сегодня немонополистический? И позволяет ли нам характеристика национального российского капитализма как монополистического аттестовать Россию как крупнейшего империалистического агрессора? Мне кажется, что проблемно и, еще говоря, ошибочно ставить вопрос именно таким образом. Я бы предостерег от таких вот ходульных исторических аналогий, скажем так. Аккуратнее надо обращаться с этой темой. Как, на ваш взгляд, за последние сто лет изменился пролетариат, если изменился вообще? И кого вы причисляете сегодня к этому классу? Ну, пролетариат, конечно, изменился. То есть, конечно, произошли структурные изменения. Произошло в определенном смысле качественное преображение этого класса. Но поскольку мир, в котором мы живем, продолжает оставаться капиталистическим. И поскольку основным противоречием современной эпохи продолжает оставаться противоречие между трудом и капиталом. То никуда не исчез и класс, который является эксплуатируемым буржуазией классом. Класс, который непосредственно или опосредованно создает прибавочную стоимость. Класс современных наемных рабочих, которые эксплуатируются капиталистами. Споры-то ведь идут вокруг, в основном, того, кого именно сегодня причислять к этому классу. И есть расширительное толкование, есть более суженное. Мне думается, что при всех дискуссиях на эту тему мы не должны уходить от классических формулировок, которые в свое время дал тот же Энгельс. Собственно говоря, еще в достаточно ранней работе «Принципы коммунизма», когда он сказал о том, что пролетариат – это класс современных трудящихся, который живет исключительно продажей своего труда. Он позднее уточнил, корректнее говорить, не продажей своего труда, а продажей своей рабочей силы. Исчезли этот класс? Нет ничего подобного. Какие, собственно говоря, тут могут быть оттенки применительно ко дню сегодняшнему? Встает вопрос о том, совпадают ли границы классического промышленного пролетариата с пролетариатом в таком достаточно широком истолковании. Нет, так они не совпадали еще и во времена Маркса. Маркс уже в «Капитале» употреблял, например, такой термин, как «конторские рабочие». То есть, говорил о том, что наемные работники сферы обращения, он также их причислял к пролетариату, хотя они непосредственно не участвуют в материальном производстве. И действительно, сегодня и за счет переплетения, очень такого жесткого переплетения сфер материального производства, сферы обращения, сферы услуг, можем ли мы исключать из пролетариата тех, кто непосредственно не воздействует на предмет труда? Уже в 20 веке, собственно говоря, к рабочему классу относили и наладчиков, и программистов, и работников контрольно-испытательных центров, и большую часть инженерно-технического персонала, хотя они непосредственно не воздействуют на предмет труда, но как часть совокупного работника, они участвуют в процессе создания прибавочной стоимости. То есть, без их участия она не может быть создана, не может быть создан прибавочный продукт. И в этом смысле, конечно, все те, кто выходит на рынок только со своей рабочей силой, кто эксплуатируется капиталистом, кто непосредственно или опосредованно участвует в создании прибавочной стоимости, все эти люди могут быть отнесены сегодня к пролетариату. Вопрос только в том, что, ну как бы понятно, что любой такой огромный массив, он слоист, он неоднороден, есть ядро. Ядром, на наш взгляд, продолжает оставаться индустриальный пролетариат, индустриальный рабочий класс. Просто в силу коллективного характера своего труда, организующей роли технологических процессов, эти люди наиболее сплочены в процессе труда, и, конечно, они являются ядром пролетариата. Это не значит, что мы должны сужать класс наемных рабочих только до тех, кто, как там в одной передаче, передача у вас говорилась, крутит гайки. То есть, до тех, кто непосредственно воздействует на предмет труда. Ну, я бы вот так вот эту проблему осветил. Как вы оцениваете численность той группы людей, с которыми, на ваш взгляд, коммунистам сегодня следует работать в первую очередь? Ну, работать надо со всеми теми, кто относится к пролетариату. Работать надо и с так называемыми средними слоями, то есть, мелкой буржуазии, отчасти и средней буржуазии. Почему это важно? Потому что, если мы замкнемся исключительно на экономических проявлениях борьбы, трудящихся на предприятиях, то мы потеряем огромные слои населения, которые, собственно говоря, в силу того, что они испытывают давление со стороны олигархии, в силу того, что они остро переживают свою исключенность из политических процессов путинской России, и эти люди будут просто уведены из поля нашего внимания, от нашего воздействия, уведены либералами. Нужен ли нам сценарий, при котором демонтаж путинского режима будет представлять собой издание цветной революции, при которой власть перейдет, может быть, даже к более реакционной буржуазной группировке? Мы не можем этого допустить, и в силу этого мы, конечно, должны стремиться к тому, чтобы охватить своим влиянием, своей пропагандой не только классический рабочий класс, но и все группы наемных работников, но и не только наемных, но и малых предпринимателей, и частично среднюю буржуазию, которая просто в полном соответствии с классической схемой развития монополистического капитала испытывает на себе давление. Давление со стороны бюрократического капитала, крупного бюрократического олигархического капитала российского бонапартийского государства. Мы не имеем права этих людей отдавать на откуп либеральной оппозиции. Конечно, в этом смысле с ними надо работать со всеми. Какова, на ваш взгляд, численность этих людей? Ну, понимаете, в чем дело. В российских статистических ежегодниках понятно, что мы не найдем справку, где были бы такие позиции, пролетариат, буржуазия, средний класс и так далее. Но по ряду косвенных признаков можно примерно говорить о численности современного рабочего класса. То есть, если считать, если мне память не изменяет, в статистических ежегодниках имеются такие позиции квалифицированные, неквалифицированные рабочие, занятые преимущественно физическим, исполнительским трудом. Численность этой группы, по-моему, сейчас примерно в 28-30 миллионов. Это огромная сила. И в этом смысле говорить о том, что это ведь только рабочие, занятые физическим трудом. То есть, пролетариев умственного труда не подсчитывается. Но тем не менее, даже если мы берем вот эту категорию, это огромная сила, которая не позволяет нам говорить об исчезновении рабочего класса. Никоим образом. Выступает ли ваша партия за диктатуру пролетариата и власть советов? Или это, на ваш взгляд, сегодня уже не актуально? Ну, смотрите. Вот мне кажется, что вокруг этого термина диктатура пролетариата накручено много лишнего. Хотя тут все, в общем-то, довольно просто. Если мы марксисты, мы понимаем, что государство – это инструмент классового господства. Если существует государство, значит, существует и господствующий класс, который осуществляет государственное руководство общества. В феодальном обществе – это класс дворян. В капиталистическом обществе – это класс буржуазии. А в социалистическом – класс социалистов, класс коммунистов, наверное, так сказать, будет некорректно. Потому что коммунисты, социалисты – это всего лишь политические представители класса, который находится у власти. Точно так же, как буржуазия непосредственно не осуществляет управление государством. То есть, в буржуазных странах же буржуа не заседают ежедневно на съездах буржуазии от ларечников до олигархов и не голосуют, не принимают там решения. Они делегируют функции управления органом государства, государственным органом – парламенту, правительству, своим политическим партиям, своим общественным организациям. То же самое и в социалистическом государстве. В государстве после свершения социалистической революции к власти приходит какой-то новый класс. Какой может прийти класс после того, как свергнуто господство буржуазии? Очевидно, это другой основной класс капиталистического общества, который буржуазии противостоит. Это класс пролетариев. То есть, что такое диктатура пролетариата? Это политическая надстройка, которая утверждается после того, как совершена социалистическая революция. Другое дело, что эта политическая надстройка может приобретать разные формы. Вот, скажем, известная и понятная и близкая нам форма власти советов, ведь она, собственно говоря, эта форма существовала только в одном государстве диктатуре пролетариата, только в СССР. Скажем так, в странах восточного блока, на Кубе, во Вьетнаме, в Лаосе, в Китае, в том же Париже, осажденном пурсаками, там ведь органы политического господства пролетариата не назывались советами. То есть, там были какие-то другие формы, да, там, не знаю, там, Народная палата в Германской Демократической Республике, там, Национальное собрание в Венгрии, вот, собственно говоря, совет коммуны, да, то есть, по большому счету, орган местного самоуправления в Париже. Поэтому, когда спрашивают, вы за диктатуру пролетариата, это все равно, что спросить, вы за коммунизм или нет, конечно, за коммунизм, да, вот, конечно, за коммунизм, поэтому, как бы, очевидным образом мы за диктатуру пролетариата. Но, вот, фетишизация определенных форм, которая присуща некоторым представителям нашего коммунистического комьюнити, например, фетишизация формы советов, советов, избираемых по производственному признаку, вот, мне это как раз представляется уходом от сути вопроса и попыткой все свести к неким формам. Появятся ли эти формы в том или ином виде, там, превращенном в будущее, мы этого не знаем. Вот, сложилась в России такая достаточно интересная ситуация, что наиболее авторитетными, наиболее массовыми организациями трудящихся в начале 20-го века стали советы. Ну, они вытеснили и там, и фабрично-заводские комитеты, и профсоюзы, и стали такой формой, которую большевики сочли наиболее адекватной стоящим задачам социалистического строительства. Использовали эту форму, вот. Сложатся ли такие условия в современной России, в других странах, мы не знаем этого. Надо ли взаимодействовать с мелкой и средней буржуазией? Если да, то в каких пределах? Ну, в принципе, я уже отчасти начал отвечать на этот вопрос. Если мы не хотим замкнуть свою борьбу в прокрустовом ложе экономизма, если мы не хотим отдать политическую борьбу с путинским режимом бонапартистским на откуп либеральной оппозиции, мы, конечно, должны взаимодействовать со всеми теми группами, слоями населения, которые испытывают на себе давление олигархического капитала и болезненно воспринимают исключенности из политических процессов. Все те силы, которые так или иначе выступают за социальный прогресс и демократизацию общественно-политических отношений, в России с ними со всеми мы должны работать. В том числе и с мелкой, и со средней буржуазией. Какие из политических организаций сегодня для вас являются ближайшими союзниками? Ну, в общем-то, ближайшими союзниками для коммунистов в условиях сохранения коммунистической многопартийности, наверное, должны быть и являются марксистско-ленинские партии и движения организаций. Ну, вот, в частности, мы уже сделали несколько заявлений, наши лидеры сделали несколько заявлений на предмет того, что нами начат процесс движения к организационному единству двух российских марксистско-ленинских партий. Партии революционного марксизма. Это наша объединенная коммунистическая партия и это российско-коммунистическая рабочая партия. Старейшая российская компартия, образовавшаяся еще в 91-м году. То есть, вот наш ближайший союзник РКРП на сегодняшний день. Это не значит, что мы не готовы к самому тесному взаимодействию и невзаимодействию с другими политическими силами левого спектра. Вот борьба против так называемой пенсионной реформы, которая стартовала в июне этого года и, в общем-то, на мой взгляд, еще не закончена. Она продемонстрировала высокую степень консолидации российских левых. Здесь, например, в Питере мы создали социальную коалицию, состоящую из множества организаций. Ведущие позиции в этой социальной коалиции заняли левые организации, движения, группы. От левой социал-демократии до, собственно, ортодоксального марксизма. Плюс профсоюзы, различные социальные движения, инициативные группы. Так что мы, конечно, готовы к взаимодействию с самым широким спектром организаций, если они отвечают двум требованиям. То есть выступают за социальный прогресс, за социальную справедливость и за демократизацию общественно-политических отношений в России. Поддерживали ли вы акции КПРФ по поводу пенсионной реформы? Акции КПРФ поддерживали ли по поводу пенсионной реформы? Ну, на самом деле, я бы так, мне кажется, вопрос поставлен неправильно. Это были не только акции КПРФ. Я уже начал отвечать на вопрос о том, что у нас в городе была создана социальная коалиция. Действовал штаб «Народ против», который в большей степени взаимодействовал с Конфедерацией труда России. И поддерживал их инициативы по борьбе против пенсионной реформы. Но мы, конечно, участвовали в том числе и в акциях КПРФ. Потому что в условиях, когда нужно противостоять подобного рода антисоциальным инициативам, нужно действовать по принципу в Росети вместе бить. Поэтому, конечно, несмотря на совершенно четкие и ощутимые наши разногласия и программные, идеологические, тактические с КПРФ, мы готовы к тому, чтобы принимать участие в том числе и в их акциях, приглашать их на наши мероприятия. Участвовали. Участвовали. Какие основные задачи сегодня ставит перед собой АКП? Основные задачи? Я думаю, что эта задача для Компартии вообще не изменилась в последние полтора столетия. То есть, эта задача заключается в том, чтобы организовать пролетариат в класс, который способен совершить социалистическую революцию, завоевать господство и начать построение коммунистического общества. Никой другой более главной задачи у Компартии быть не может.